Приветствую вас друзья! Сегодня я начну с чтение пророчества, которое Эллен Уайт записала еще в конце 19 века. Это одно из самых замечательных пророчеств, которые были записаны Эллен Уайт. В этом пророчестве Вестница Божья рассказывает о том, как в будущем сатана будет выдавать себя за Христа и с какой целью он будет это делать. И вот что она об этом пишет. Заключительным актом великой драмы обольщения станет попытка сатаны выдать себя за Христа. Церковь давно заявляет, что ожидает пришествия Спасителя, как исполнение своих надежд. Теперь великий обманщик создает видимость пришествия Христа. В различных частях мира сатана будет появляться среди людей в виде величественного существа, окруженного ослепительным блеском, напоминая собой Сына Божьего, описанного Иоанном в Откровении. И дальше идет ссылка на книгу Откровения, первая глава, стихи с 13 по 15. Вы помните, как здесь представлен Иисус. Волосы его белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны Халкаливану. Вот в таком же виде сатана предстанет однажды перед жителями нашей планеты, для того, чтобы обольстить их и привести к погибели. И давайте прочтем дальше то, что пишет здесь в этой цитате Эллен Уайт. Слава, окружающая его, то есть здесь речь идет о сатане, слава, окружающая его, превзойдет все когда-либо виденное человеком. Торжественные возгласы наполнят воздух. Христос пришел, Христос пришел. В величайшем восхищении люди падают перед ним, он поднимает руки и благословляет их, как это делал и Христос, будучи на земле. Голос у него мягкий и приглушенный, и вместе с тем мелодичный. Словами полными нежности и сострадания, он повторяет некоторые из тех благодатных небесных истин, сказанных когда-то Христом. Он исцеляет болезни людей, и затем, подражая Христу, объявляет, что перенес субботу на воскресенье, и повелевает всем святить день, благословенный им. Он заявляет, что все, продолжающие упорно светить седьмой день, хулят его имя, отказываясь слушать ангелов, несущих им свет и истину. Какой сильный и почти непреодолимый обман. И подобно самарянам, обманутым Симеоном Волфом, многие от мала до велика будут внимать этому колдовству и скажут, сей есть великая сила Божья. Конец цитаты. А теперь давайте разберем, какие методы применит сатана тогда для того, чтобы обмануть людей. Что вы заметили в этом пророчестве? Первое. Слава, окружающая его, превзойдет все, когда-либо виденное человеком. То есть это будет что-то выдающееся и экстраординарное. Этого жители земли еще никогда не видели. Второе. Что еще предпримет сатана для того, чтобы обмануть людей? Здесь написано, он поднимает руки и благословляет их, как это делал и Христос, будучи на земле. То есть сатана будет подражать Христу. Он будет вести себя, как вел себя Христос, когда был на этой земле. Третье. Голос. Какой у него будет голос? Голос у него будет мягкий и приглушенный и вместе с тем мелодичный. То есть сатана подделает не только внешний вид Христа, но и также его голос. Обманщик будет говорить мягким и мелодичным голосом. Так, хорошо. А что еще в этом пророчестве вы заметили? Четвертый пункт. Эллен Уайт здесь пишет. Словами полными нежности и сострадания. Итак, какие слова он будет говорить? Слова, исполненные нежности и сострадания. А что, разве сатана может проявлять такие качества, как нежность и сострадание? Нет, у него этих качеств нет, но он сделает вид. Он сыграет, как играют актеры в театре. Когда сатане нужно добиться своей цели, он может говорить слова нежности и сострадания. Но это будет все ненатуральное сострадание. А теперь пятый пункт. Это тоже интересно. Эллен Уайт здесь пишет о сатане. Он повторяет некоторые из тех благодатных небесных истин, сказанных когда-то Христом. Что будет проповедовать дьявол, когда он примет облик Христа? Да, он будет повторять некоторые, обратите внимание, некоторые истины, которые проповедовал Христос. Сюжет становится все более интересным. Сатана, который всегда боролся с истиной, вдруг в этот момент начнет повторять некоторые из тех благодатных небесных истин, который когда-то говорил Христос. Обратите внимание обманщик не будет повторять все истины, но он повторит только некоторые истины. А зачем он это сделает? Затем что с помощью истины он будет продвигать свое заблуждение. Понимаете у сатаны будет в тот момент определенная цель. И для достижения этой главной цели он готов зайти так далеко что будет цитировать некоторые истины которые проповедовал когда-то Иисус. Сатана ненавидит на самом деле Христа и он ненавидит его истину. Но в этот момент он на какое-то время скроет свою ненависть к истине и будет цитировать некоторые истины для того что бы добиться главной цели. А какая главная цель в тот момент будет у сатаны? Ради чего он устроит весь этот театр с переодеванием? Давайте прочем то что Эллен Вайт здесь пишет какова же будет главная цель сатаны в этот момент. Он и объявляет что перенес субботу на воскресенье и повелевает всем светить день благословенный им. Он заявляет что все продолжающие упорно светить седьмой день хулят его имя отказываясь слушать ангелов несущих им свет и истину. Вот какова будет главная цель сатаны в этот момент. Он будет убеждать всех что перенес соблюдение субботы на воскресенье. Вот для чего он устроит весь этот маскарад. То есть давайте это запомним. Для достижения главной цели сатана пойдет даже на то что повторит некоторые истины сказанные некогда Христом. Истины которые он ненавидит. Знаете на прошлой неделе один человек прислал нам свой комментарий в котором он выразил реакцию на одно из наших видео. Это видео называется «Двойные игры официального адвентизма». В этом своем комментарии этот человек его зовут Александр написал следующие слова. Он пишет «Манипулятивное видео. Информация преподносится так как желает того автор. А именно очернить церковь и подорвать доверие к ней. Все факты преподносятся под лозунгом. Поверьте мне я знаю что говорю. А с чего это мне доверять такой подаче материала?» задает вопрос Александр в своем комментарии. И продолжая он пишет «Последняя евангельская программа на канале «Надежда», подготовленная генеральной конференцией, ясно показывает отношение церкви адвентистов седьмого дня к католическому учению. Свой комментарий Александр заканчивает призывом «Не отвлекай людей от истины». То есть обращаясь к нашему каналу он говорит нам «Не отвлекайте людей от истины». То есть какую мысль попытался вложить в свой комментарий Александр? А мысль следующая. «У нас в церкви все нормально. Генеральная конференция церкви адвентистов седьмого дня недавно выпустила евангельскую программу, в которой ясно показано отношение церкви адвентистов седьмого дня к католическому учению. «Вы напрасно будоражите народ», пишет Александр. «У нас в церкви все хорошо. Не отвлекайте людей от истины». Вы знаете о какой программе говорит в своем комментарии Александр? Вот эта программа. Вы сейчас видите некоторые обложки этой программы на экране. Это серия тем, которую ведет на всемирном адвентистском радио вице-президент всемирного адвентистского радио Кэми Утман. Вот вы сейчас видите несколько фото с этой программой. Эта программа подготовлена к генеральной конференции церкви адвентистов седьмого дня и переведена на русский язык. Я посмотрел некоторые фрагменты из этой программы и могу сказать то что я посмотрел полностью соответствует адвентистской истине которую мы уже давно не слышали. Ведущая этих программ Кэми Утман ясно и четко говорит о папстве, о начертании зверя, о Вавилоне. Короче говоря Кэми Утман представила в своих программах всю эту истину которую мы так часто слышали в 90-х. Но затем эти истины стали звучать все тише и тише. Вот несколько коротких цитат из того что Кэми Утман проповедует в своих программах. В Библии говорится что она блудница и мать и это значит что у нее должны быть дети. Мы увидим что не только Библия отождествляет католичество с матерью но и сама католическая система называет себя матерью всех церквей. Протестантские динаминации вышли из католицизма но сохранили ряд его ложных доктрин. Это дочери матери церкви. Друзья не важно какого вы вероисповедания Бог призывает вас вернуться к его истине и только это имеет значение. Он настолько милосерден что предупреждает нас о том что у нас заканчивается время. Я помню как в 2016 году на нашем канале мы сделали видео которое называлось кто же на самом деле препятствует проповеди Трюхангельской вести. В этом нашем видео мы показали то каким материалом были наводнены ведущие телерадиокомпании церкви адвентистов седьмого дня в то время. То есть 2016 год. Наступила осень. Все вокруг становится серым, скучным но это еще не повод для того чтобы грустить. Даже в это время года город может стать удивительным и красивым и это сделаете вы. Серые страшные мусорные баки в нашем городе. Ужасные унылые создания. Давайте доставим людям удовольствие и сделаем мусорный бак просто увлекательным зрелищем. У нас есть специальная одежда. Работа грязная. И вот этот мусорный бак представит совершенно в ином свете. Мы купили специально баллончики с краской. Перчатки. Будем рисовать. Хочешь раскрасить полезное что-то? Что тут решать? Разукрасить бегемотом. То есть вы понимаете большую часть эфира в то время занимали программы, которые не имеют никакого отношения к Трюхангельской вести и к адвентистскому учению. И вдруг в 2020 году Кэмми Утман выходит в эфир с этими программами представляя всему миру давно забытые истины. Я сразу же хочу высказать мое отношение к этим программам Кэмми Утман. Я не смотрел все эти программы с участием Кэмми Утман, но то что я посмотрел никаких противоречий с истиной я не увидел. Чему я рад? Я рад что генеральная конференция адвентистов седьмого дня наконец-то нашла возможным выпустить такие вот программы. Знаете судя по комментариям многие члены церкви были приятно удивлены этими программами. Многие написали свои благодарственные комментарии и самой Кэмми Утман и Генеральной конференции и телекомпании Надия и Надежда. Некоторые не смогли сдержать удивление. Написали вот такие комментарии как написал Богдан Куреляк. Вот что написал Богдан. «Забытая многими христианами библейская тема». Догадываюсь что Богдан хотел написать забытая многими адвентистами библейская тема. Богдан я в этом с вами полностью согласен. Эта библейская тема забыта не только многими христианами как вы написали но и многими адвентистами. Это верно вы написали. Но возможно кто то из вас скажет что же вам еще нужно? Ну кажется все доказательства того что Генеральная конференция церкви адвентистов седьмого дня проповедует Турканскую весть как говорится на лицо. В этих программах открыто разоблачается папство и отступивший протестантизм. Что же вам еще нужно? У нас в церкви все нормально. Наверное такой вопрос сейчас хотят задать некоторые из наших зрителей. Но давайте не будем спешить. Давайте попробуем ответить на этот вопрос если он возникнет. Что меня лично во всем этом смущает? И первый вопрос который я задал себе после просмотра программ Кэми Утман вопрос следующий. Чем занималась Кэми Утман до этих программ и почему она начала проповедовать на все эти темы и проводить эти программы только весной 2020 года? Для того что бы ответить на этот вопрос я зашел на канал Кэми Утман в ютюбе. Я нашел что она зарегистрировала свой канал 12 апреля 2015 года, то есть 5 лет тому назад. Следующий вопрос который я задал сам себе. Сколько проповедей с трехангельской вестью Кэми Утман выставила на своем канале за период времени с 2015 года и до 2020 года. Вот посмотрите фото канала Кэми Утман и убедитесь сами что до 2020 года у Кэми не было выставлено на канале ни одной проповеди которая бы содержала весть трех ангелов. Только две темы обще христианской направленности. За 5 лет ни одного видео с трехангельской вестью. Может быть она выставляла эти темы на всемирном адвентистском радио подумал я. И затем я перешел на канал всемирного адвентистского радио. Вот сейчас вы видите этот канал на своем экране. И здесь я тоже не нашел что бы Кэми Утман до 2020 года проповедовала бы этому миру трехангельскую весть. Друзья может быть я ошибаюсь. Если вы найдете такие проповеди Кэми Утман до весны 2020 года в которых бы она открыто проповедовала трехангельскую весть то пришлите пожалуйста нам эту ссылку на эту проповедь. Я такие проповеди Кэми Утман не нашел. И так напрашивается один вопрос. Почему до 2020 года Кэми Утман не проявляла никакого интереса к трехангельской вести? И почему именно начиная с весны 2020 года вдруг такая лавина тем с ее участием тем о трехангельской вести? Что произошло и почему это произошло? Вот какие вопросы я начал задавать самому себе. По какой причине вдруг у Кэми Утман проснулась такая любовь в трехангельской вести. Друзья я хочу чтобы вы правильно меня сейчас поняли. Я рад тому что Кэми Утман проповедует эти темы. Мне только не понятно почему генеральная конференция церкви адвентистов седьмого дня вдруг воспалала любовью к этим забытым темам. Во времена апостола Павла когда Павел сидел в темнице в тюрьме были люди которые проповедовали Евангелие. Но их проповедь была по неправильным мотивам. Именно об этих людях апостол Павел и пишет в своем послании к филиппийцам. Павел тогда писал. «Некоторые правда по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви зная что я поставлен защищать благовествование. Но что до того как бы не проповедовали Христа, продолжает Павел, притворно или искренно я и тому радуюсь и буду радоваться.» Видите апостол Павел был рад когда проповедовали истину. Некоторые правда проповедовали Евангелие как он пишет нечисто. Но Павел пишет что я и тому радуюсь и буду радоваться. Друзья я рад тому что Кэмми Утман проповедует забытые некоторыми адвентистами истины. Но как у всякого человека у меня возникают некоторые вопросы. Первый вопрос. Почему Кэмми Утман не проповедовала на эти темы до весны 2020 года? Согласитесь если человек живет какими-то вопросами то он обязательно будет об этом говорить и проповедовать. Иисус сказал однажды «От полноты сердца говорят уста.» Как правило наши уста произносят то что есть в нашем сердце. Я нашел одно видео в котором Кэмми Утман рассказывает о тех событиях которые произошли в ее жизни весной 2020 года. Мне показалось это интересно. Я хочу поделиться с вами этой короткой цитатой. Эту проповедь Кэмми Утман выставила на своем канале 10 апреля 2020 года. И вот что она здесь говорит. «Я нуждаюсь в ваших молитвах. За последние 10 дней моей жизни произошли некоторые значительные перемены. Меня пригласили в генеральную конференцию в Мирилэнд. Я была приглашена туда для собеседования по вопросу моей новой должности на Всемирном адвентистском радио. И в итоге я получила эту должность. Моя должность называется примерно так. директор отдела развития. Что то в этом роде. Я буду проповедовать трех ангельскую весть и продвигать всемирное адвентистское радио которое совершает сейчас невероятную работу достигая тех мест которые считаются так скажем недоступными». То есть Кэмми Утман в конце марта 2020 года получила должность вице-президента Всемирного адвентистского радио. Знаете мне это показалось странным. Почему именно весной 2020 года Кэмми Утман пригласили для этой работы. Кэмми Утман к тому времени уже работала на Всемирном адвентистском радио. И еще один вопрос у меня возник. Если генеральная конференция церкви адвентистов седьмого дня призывает всех адвентистов проповедовать трех ангельскую весть и для этой цели принимает на работу Кэмми Утман, то почему когда пастор Стивен Бор готов был проповедовать трех ангельскую весть в Панаме во время приезда туда в Панаму в 2019 году папы Франциско, то по какой-то причине та же самая генеральная конференция церкви адвентистов седьмого дня отказалась помогать и отказалась сотрудничать со Стивеном Бором. Ведь Стивен Бор в Панаме хотел во время визита папы Франциско проповедовать ту же самую трех ангельскую весть которую проповедует Кэмми Утман. Стивен Бор является к тому же официальным пастором церкви адвентистов седьмого дня. Вот такие вопросы у меня возникли. Я хочу показать вам сейчас короткое видео которое записал пастор Стивен Бор перед поездкой его команды в Панаму. Давайте послушаем что тогда планировал сделать в Панаме пастор Стивен Бор. Послушаем из его уст. С 24 по 27 января 2019 года Папа Франциск собирается посетить Панаму. Ожидается что туда прибудут по меньшей мере миллион человек с каждой латиноамериканской страны. Папа Франциск прибывает в эту страну для празднования Всемирного Дня Молодежи. Наша студия раскрытая тайны считает что это является прекрасной возможностью для нас обратиться к тысячам людей к тем которые ищут истину в это время когда во всем мире существует такая сильная неуверенность. К этому событию мной была подготовлена специальная двухчасовая проповедь в которой в контрасте было представлено соблюдение субботы Господней и соблюдение первого дня недели воскресного дня который был установлен папством как день поклонений. Наряду с этой презентацией мы собираемся распечатать маленькие визитные карточки. Эти карточки будут своеобразными пригласительными для людей посетить наш телевизионный канал где ведется вещание на английском и на испанском языках. На этих карточках будет напечатан QR код с помощью которого люди смогут очень быстро подключиться к нашему телевизионному каналу к нашему служению. Мы также предложим всем желающим карточки с бесплатной копией книги «Великая борьба». Вот такие планы были у пастора Стивена Бора и у его команды во время приезда Папы Франциска в Панаму. Стивен Бор просил всех желающих помочь им распространять в Панаме эти карточки и другую литературу. Это была самая настоящая проповедь Трухангельской вести во время визита Папы Франциска. И как на это предложение Стивена Бора отреагировала Генеральная конференция и президент Панамской унионной миссии. Они ответили ему отказом. Они отказали Стивену Бору в поддержке, в помощи, во всякой поддержке отказали. Послушайте какова была тогда реакция президента унионной миссии Панамы церкви адвентистов седьмого дня, которого зовут пастор де Гроссия. Я хочу закончить эту программу объяснением возникшей ситуации. Многие сейчас задают вопросы по этому поводу. Я уже проконсультировался с руководством церкви адвентистов седьмого дня, и как выяснилось пастор Бор выпустил рекламный видеоролик, в котором он рассказал о своем намерении приехать в Панаму с группой адвентистов, скорее всего и Соединенных Штатов, во время визиты Папы Франциска в нашу страну. Пастор Бор является бывшим служителем церкви адвентистов седьмого дня. Он больше не работает в церкви адвентистов седьмого дня. Это необходимо пояснить. У него независимое служение, а у независимых служений не существует никаких рабочих или юридических отношений с церковью. Их работа не ведется в соответствии с правилами и указаниями, разработанными церковью адвентистов седьмого дня. Поскольку пастор Бор является директором независимого служения, мы не можем запретить ему приезжать в Панаму, но он не должен выполнять свою работу от имени церкви адвентистов седьмого дня. Я хочу, чтобы это было предельно ясно всем. Мы пришли к такому решению после консультации с интерамериканским дивизионом и генеральной конференцией церкви адвентистов седьмого дня. Пастор Бор не приезжает в Панаму как представитель церкви адвентистов седьмого дня. Он также не является представителем генеральной конференции, дивизиона или униона. В Панамском унионе он ни у кого не попросил разрешения и также никто не просил его приезжать в Панаму. Для того что бы какой нибудь человек мог приехать с официальной миссией церкви он или она должны делать это следуя законным процедурам нашей церкви. Такие люди должны прежде попросить разрешения у униона или у любого другого поля в Панаме, но это не было сделано. Мы не собираемся поддерживать деятельность пастора Бора как организация мы не собираемся поддерживать его деятельность. Он ни с кем не посоветовался прежде чем приехать в Панаму. Руководство генеральной конференции, дивизион и унион находят действия пастора Бора неправильными. Если он хотел приехать ему следовало прежде посоветоваться с нами и сказать я еду в Панаму с этой целью, но он этого не сделал и церковь его не приглашала. Так что никто в церкви не поддерживает эту его деятельность. Хотя его работа и может носить евангелизационный характер, мы не поддерживаем эту его работу потому что пастор Бор не консультировался с руководством Панамского униона и эта работа не исходит от церкви адвентистов седьмого дня. Он основал независимое служение и телевизионную сеть и он желает приехать в Панаму, но церковь адвентистов седьмого дня не имеет к этому никакого отношения. Я хочу чтобы это было предельно ясно всем. Если что нибудь случится с этой группой которая приезжает в Панаму вместе с пастором Бором, я хочу сегодня открыто заявить что церковь адвентистов седьмого дня в Панаме не имеет к этому никакого отношения. Более того ни один пастор, ни пресвитер, ни рядовой член церкви не должны участвовать в этой работе пастора Бора. Пастор Бор собирается приехать в Панаму и никто не может запретить ему это сделать. Но что бы ни случилось по приезду пастора Бора в Панаму это его личное дело. Церковь адвентистов седьмого дня не будет принимать в этом никакого участия. Братья и сестры, я хочу выразить это предельно ясно. Дни мега встреч с Папой Франциском будут проходить в январе 2019 года. В тот момент когда лидер известной церкви Папа Франциск прибывает в нашу страну, нас не должно быть там даже из любопытства. Мы должны оставаться в своих домах или отправиться на прогулку за город или куда нибудь еще. Мы не должны присутствовать на этих встречах. Мы не должны участвовать в этих собраниях, потому что мы не участвуем в таких собраниях и подобных собраниях. Братья и сестры, надеюсь что я ясно представил вам этот вопрос. Да благословит вас Бог и пусть 2019 год станет лучшим годом для церкви и для всех вас. Да благословит вас Бог, сохранит вас Бог. Увидимся в следующую субботу. Вот какие заголовки тогда появились в некоторых интернет изданиях. Здесь в заглаве написано «Миссия Панамского униона, Интерамериканский дивизион и Генеральная конференция публично атакуют Стивена Бора». И кстати знаете как сам Стивен Бор отреагировал на эту речь президента унионной миссии Панамы. Стивен Бор отправил ему открытое письмо, в котором среди прочего были такие слова. Стивен Бор пишет «Хотя я на пенсии, я не являюсь пенсионером. Хотя я не получаю денежное довольствие от церкви, я все еще работаю для ее послания и миссии. У меня есть учетные данные, у меня есть удостоверение служителя. Кроме того я верный член адвентистской церкви. Я возвращаю мои десятины и пожитования через обычные каналы. Я проповедую все 28 пунктов вероучения церкви адвентистов седьмого дня. И так в связи с этой речью президента унионной миссии церкви адвентистов седьмого дня Панамы у меня опять таки возникло несколько вопросов. Первый вопрос. Если Генеральная конференция адвентистов седьмого дня настолько сильно желает проповедовать и распространять во всем мире трехангельскую весть, почему в таком случае они не воспользовались прекрасной возможностью и никак не поддержали пастора Стивена Бора, который всю свою жизнь трудился в церкви адвентистов седьмого дня. Отец Стивена Бора был миссионером церкви адвентистов седьмого дня в одной из латиноамериканских стран. Сам пастор Стивен Бор вырос в церкви. Он был преподавателем университета церкви. Он является официальным пастором церкви. Почему руководство церкви отнеслось к инициативе пастора Бора с таким пренебрежением. Президент Панамской унионной миссии сказал, вы помните то что он сказал, мы его, то есть пастора Бора не приглашали, он нас не спросил, он нас не попросил, он нас не предупредил. Кстати я хочу вам сейчас прочитать одну цитату из Духопророчества по поводу этих слов президента унионной миссии Панамы. Эллен Уайт в этой цитате предупреждает об опасности. Она пишет «Генеральная конференция сама по себе прониклась ложными понятиями и принципами. Люди заняли несправедливую позицию по отношению к тем, кого они считают своими подчиненными. Они решили диктовать каждому свои условия, что бы остаться на посту управления. Хотя бы это и привело всех к погибели. Деспотизм власти, утвердившийся вследствие того, что люди злоупотребляли своим высоким положением и стали считать себя своего рода богами, вызывает во мне сильное беспокойство, пишет Уайт, и опасение. Такой деспотизм является проклятием, где бы и кем бы он не осуществлялся. А вот еще одна цитата. «Живущие в отдельных странах не могут поступать согласно своего суждения до тех пор, пока не получат разрешение на свой письменный запрос из Батлкрика, то есть из Генеральной конференции того времени. Прежде чем начать действовать, им надо ожидать ответа «да» или «нет» из этого места. Из этих слов ясно, что Вестница Божия была категорически против того, чтобы работа велась таким вот образом. Президент унионной миссии Панамы сказал «Стивен Бор с нами не посоветовался, мы его не приглашали». Скажите пожалуйста, а о чем должен был с вами посоветоваться Стивен Бор? Иисус уже все сказал. Идите и проповедуйте Евангелие. Еще, вы обратили внимание на те слова, которые сказал президент Панамской унионной миссии всем адвентистам Панамы, чтобы они во время этого приезда Папы Франциска – либо все сидели по домам, либо отдыхали на природе. Но ни в коем случае не ходили туда, где будут собираться люди во время этого визита Папа Франциска. А почему он так сказал? Кто ему посоветовал так сказать? Президент ответил в своей речи на этот вопрос. В самом начале своей речи он говорит, кто ему посоветовал это. Ему посоветовали так сказать его церковные руководители, в том числе руководители из Генеральной конференции Церкви адвентистов седьмого дня. Скажите друзья, разве так реагируют люди, которые хотят распространять весть? Разве они будут советовать своим членам церкви сидеть дома или отдыхать на природе в тот момент, когда в Панаму съехались люди со всей Латинской Америки для встречи с Папой Франциском? Вот послушайте то, что рассказывает об этих событиях Крис Хадсон, который в тот момент приехал с группой единомышленников в Панаму и там они все вместе распространяли книгу «Великая борьба» и другую литературу. Здравствуйте, с вами Фораннер Хроникл, и прямо сейчас мы находимся с вами в Вомарк Парке, который расположен в столице Панама-Сити. И это одно из многих мест где со всех концов страны собираются молодые люди для того, чтобы отпраздновать Международный день молодежи. И разумеется центральной фигурой всего этого праздника является не кто иной, как сам Папа Франциск. Вы можете видеть здесь молодых людей, приехавших со всех континентов нашей планеты. А мы прибыли сюда с целью поделиться с ними вечным Евангвием. Мы распространили тысячи экземпляров книги «Великая борьба». Многие другие служения, которые хотели поделиться этой же вестью, имели возможность сделать это. Я молюсь, чтобы в тот момент, когда вы смотрите это видео, чтобы вы были вдохновлены и осознали, что для нас как раз сейчас время выполнять эту работу. Потому что приближается ночь. Пусть Господь благословит вас и укрепит вас. Как и всегда с вами был форераннер. И нравится вам это или нет, но истина есть истина. Знаете, друзья, довольно странная реакция генеральной конференции церкви адвентиста седьмого дня и панамской унионной миссии. Эта странная реакция говорит о том, что эти руководители пытались всячески отмежеваться от пастора Стивена Бора и также отмежеваться от трехангельской вести, которую он хотел распространить в Панаме. И еще вы услышали, что в своей речи президент унионной миссии Панамы сказал, что церковные лидеры не посещают встречи с Папой. Мы часто показываем эти фото, я покажу их еще раз. Эти фотографии являются самым хорошим доказательством того, что церковные руководители все таки посещают и Папу и католиков и делают это регулярно. Адвентистские лидеры очень часто встречаются с лидерами Ватикана. Итак, я задаю еще раз этот вопрос. Если Генеральная конференция Церкви Адвентистов Седьмого дня настолько сильно желает проповедовать и распространять во всем мире трехангельскую весть, почему в таком случае они никак не поддержали пастора Стивена Бора? Я сам себе отвечаю на этот вопрос. Генеральная конференция Адвентистов Седьмого дня ведет какую-то странную и замысловатую игру. С одной стороны они делают вид, что желают распространять весть и даже приглашают для этой работы Кеми Утман. С другой стороны они отгораживаются от служения Стивена Бора, которые проповедуют эту же трехангельскую весть, оправдываясь тем, что мы его Стивена Бора не приглашали. Вам не кажется такое поведение странным? Но это еще не все. Давайте посмотрим еще одну информацию. Недавно Ганун Диаб, представитель той же самой генеральной конференции Церкви Адвентистов Седьмого дня, дал интересное интервью центру Беркли. Что это за центр Беркли? Этот центр относится к Джорджтаунскому университету, который был основан в 1789 году в США и он был основан иезуитами. И так Ганун Диаб, представитель Генеральной конференции, дал интервью иезуитам. И вот о чем он в частности сказал в этом интервью. Всю информацию я взял на официальном сайте центра Беркли. Вы сейчас видите на экране эту страничку, где записано это интервью. Представитель иезуитов в этом интервью задает Гануну Диабу некоторые вопросы. Вопрос первый. В чем заключалась суть вашей работы, спрашивает он у Гануна Диаба. В нескольких совершенно разных ролях в церкви адвентистов седьмого дня. И послушайте ответ, который дал Ганун Диаб. Ганун Диаб здесь отвечает. «Для меня открылось несколько дверей и пройдя через них я осознал суть своего призвания в этом мире». И вот какое призвание он видит в этом мире. «Человеческую солидарность», — говорит он, — «глубокое уважение к выбору других людей, которое оставляет в стороне наши различия». Обратите внимание на то, что здесь продвигает Ганун Диаб. В чем он видит свое призвание? Он говорит «солидарность всех людей». Что означает слово «солидарность»? Солидарность — это единство. Призывать к солидарности — это значит призывать к единству. И что дальше говорит Ганун Диаб? Он призывает «отставить сторону все наши различия». Он здесь говорит именно о религиозных различиях. Потому как Ганун Диаб на этом интервью представляет церковь адвентистов седьмого дня, то есть религиозную организацию. И этот человек, который берет у него интервью, он также является представителем религиозной организации, то есть иезуитовой католической церкви. И так разговор в этом интервью происходит между представителями двух религий, у которых взаимопротивоположные взгляды и цели. И что говорит Ганун Диаб, представитель Генеральной конференции? К чему он призывает? Он призывает к солидарности и к единству. К тому, чтобы отставить в сторону все наши взгляды которые нас разъединяют. И дальше в своем интервью Ганун Диаб говорит, что он встречался с католиками и что он считает? Он говорит «Я никогда не буду судить никого из-за его религиозной принадлежности. Я видел людей с замечательными качествами из многих деноминаций, и мне тяжело наблюдать, когда кто-либо критикует католиков или еще кого-то. Я считаю это несправедливым и бесчеловечным», говорит Ганун Диаб. Вы услышали это? Ганун Диабу тяжело видеть, когда кто-то критикует католиков, имеется ввиду их пункты вероучения. И Ганун Диаб считает, что это несправедливо и что еще, что это бесчеловечно. Ганун Диаб говорит, что он никогда не будет критиковать католиков или кого-то ни было за их взгляды, но в то же самое время он охотно критикует некоторых адвентистов седьмого дня, которые не согласны с экуменической деятельностью Гануна Диаба. Ганун Диаб называет таких адвентистов инквизиторами. Вот заглавие одной статьи. Ганун Диаб называет своих критиков инквизиторами, которые несут ненависть и гнев дракона. Я не буду сейчас разбирать все это интервью Гануна Диаба. Здесь очень много информации. Но то, что мы уже прочитали, достаточно для того, чтобы сделать вывод. С одной стороны мы видим, как представитель генеральной конференции церкви адвентистов седьмого дня Всемирного адвентистского радио Кэмми Утман проповедует чистую адвентистскую истину, критикуя и развенчивая папское учение. Она проповедует о начертании зверя, о вавилоне, о числе зверя и т.д. С другой же стороны мы видим другого представителя той же самой генеральной конференции Гануна Диаба, который продвигает совершенно другие планы, встречаясь с папой Франциском, встречаясь с иезуитами, участвуя в экуменических форумах. Ганун Диаб во все услышания заявляет, что если кто-то критикует что-либо учение, то это он говорит несправедливо и бесчеловечно. То есть то что проповедует Кэмми Утман это с точки зрения Гануна Диаба несправедливо и бесчеловечно. Как же все это можно понять спросите вы? Как в этом всем не запутаться? На наших глазах из одной и то же генеральной конференции исходит взаимопротивоположная информация. Друзья, я не случайно начал эту тему с чения пророчества Эллен Уайт о том как будет действовать сатана в конце времени. О том какие меры он применит для того чтобы убедить всех людей в том что нужно соблюдать воскресный день. Давайте еще раз прочитаем короткую цитату из этого пророчества. Словами полными нежности и сострадания он повторяет некоторые из тех благодатных небесных истин сказанных когда-то Христом. Он исцеляет болезни людей и затем подражая Христу объявляет что перенес субботу на воскресенье. А теперь я хочу высказать свое личное мнение почему Кэмми Утман была приглашена именно весной 2020 года. Где было адвентистское радио до этого? Раньше? Почему раньше они молчали по всем этим вопросам? Что случилось весной 2020 года? Вы сами сможете ответить на этот вопрос если вспомните что произошло в январе 2020 года. 25 января 2020 года в Генеральной конференции церкви адвентистов седьмого дня был запущен пробный шар для того чтобы посмотреть какова будет реакция в народе. Все ли уснули? Джованни Какама подписал экуменическую хартию с католиками и отступившими протестантами. Это подписание произвело в адвентизме эффект разорвавшейся бомбы. Многие адвентисты которые до сих пор пребывали в неведении о том что происходит начали просыпаться и задавать руководителям на всех уровнях неудобные вопросы. До сих пор руководители церкви говорили что мы не в экуменизме мы только наблюдатели. Но в тот момент когда пастор церкви Джованни Какама поставил свою подпись под экуменической хартией в церкви начались шевеления. Люди начали возмущаться. Нужно было как-то отреагировать на все это. И для того чтобы успокоить возмущение в народе. Генеральная конференция церкви адвентистов 7 дня предприняло несколько шагов. Шаг 1. Итальянский унион отмежевался от Джованни Какама. Сделал вид что они были не в курсе этого подписания. Шаг 2. Интеревропейский дивизион выступил с подобными же заявлениями и сказал что они против экуменизма взвалив всю вину опять таки на пастора Джованни Какама. Шаг 3. Именно в это время в конце марта 2020 года для того чтобы успокоить волнение в народе генеральная конференция пригласила Кэмми Утман которая начала проповедовать давно забытые истины. И народ услышал эти давно забытые истины. Начал успокаиваться как успокаивается ребенок в тот момент когда мама поет ему знакомую колыбельную песню. Руководители начали говорить видите у нас церкви все идет по старому не верьте тем которые говорят что мы в экуменизме но возможно некоторые из наших зрителей скажут. Но мы ведь своими ушами слышим и своими глазами видим как Кэмми Утман разоблачает папство. Друзья в наше время мы с вами можем видеть и слышать еще и не такое. В наше время обман дошел до такого уровня что папство для достижения своих планов кается превселюдно и критикует само себя при этом не изменив ни одного пункта своего вероучения. Друзья в наше время сатана прилагает все возможные усилия для того чтобы совратить если возможно и избранных. А кто такие эти избранные? Это те кому была доверена истина для настоящего времени. Это церковь адвентистов седьмого дня. Именно эта церковь является избранной Божьей церковью. Именно внутри церкви адвентистов седьмого дня и разгорится самая ожесточенная борьба в последнее время. Вот поэтому-то и происходит то что происходит. Знаете какой фразой оканчивает Эллен Уайт это повествование о том как сатана придет под видом Христа? Она здесь пишет какой сильный и почти непреодолимый обман. Вы скажете а что же нам делать? Как же можно во всем этом разобраться? Когда ложь и истина настолько сильно перемешаны и переплетены? Аминь. Давайте окончим нашу сегодняшнюю тему чтением цитаты и посмотрим как сама Вестница Божья ответила на этот вопрос. Кто же сможет устоять в эти последние дни? Она пишет лишь те кто укрепил свой разум библейскими истинами смогут устоять в последней великой борьбе. Аминь. Великая борьба. Именно так можно назвать величайшее противостояние за всю вечность. Это не просто спор между царствами и не философские дебаты, но грандиозное, опасное и судьбоносное противостояние, затрагивающее всю Вселенную. Это борьба между добром и злом, между Христом и Сатаной. И хотя в результате войны на небесах противник Бога проиграл, мы с вами все еще видим проявление зла. Оно рядом с нами и даже в нас. Поскольку Сатана поработил наш мир, так великая борьба была перенесена с небес на землю. Мы рекомендуем вам уникальную книгу, описывающую историю этой борьбы за последние 20 веков. И если кто-то представляет себе ее как голливудскую сказку, где ангелы и демоны сражаются на огненных мечах, то из этой книги вы узнаете, что зло гораздо искусней, изобретательней и смертоносней. Мы живем в то время, когда величайшая борьба происходит не просто в мире, а в христианских церквях и сердцах людей. Это последний бастион силы тьмы. Из Священного Писания мы точно знаем, что победа Христа уже одержана. Злу нанесена смертельная рана на кресте. Вот почему нет более никакой нужды скрываться и таиться, как будто нас некому защитить от зла, как будто не существует ясной истины и нет полного спасения от греха, ведь победа одержана, защита гарантирована, истина обозначена и спасение совершено. Узнайте об этом лично из книги «Великая борьба» и получите надежду. Христос грядет! Ссылки на книгу в текстовом и аудио вариантах можно найти в описании к видео, а также в сети интернет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok